МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшиевшара. Сегодня в программе связь поколений масштабное этнокультурное мероприятие в селе Лыхны. С целью делового сотрудничества Фонд Международного делового сотрудничества Абхазии и Институт Евразес подписали договор. Энергосистема Абхазии к зимнему сезону готова. Актуальный репортаж программы. Масштабное этнокультурное мероприятие «Связь поколений» прошло сегодня в селе Лыхны Гудаутского района. В программе мероприятия, организованного компанией «Аквафон» в рамках проекта «Флаги Абхазии» были выступления музыкальных и танцевальных коллективов страны, выставка экспонатов Абхазского государственного музея, скачки, конкурсы, а также викторина на знания обычаев и традиции абхазского народа и мастер-классы. Праздник посетил президент Рауль Хаджимба. Репортаж Инвера Орджения. На исторической поляне Лохнашца с утра было многолюдно. Тысячи людей со всех районов республики пришли сюда на истинный народный праздник. Официально он был посвящен установке государственного флага, проект которого существует с 2009 года. Однако организатор мероприятия компании «Аквафон» решила придать этому событию праздничное настроение с этнографическим оттенком. Здесь была организована выставка реликетных экспонатов из Абхазского государственного музея. Народные умельцы демонстрировали свое мастерство. Молодежь иголяла в национальных костюмах. Исполнялись старинные абхазские песни и танцы. Было организовано множество конкурсов и викторин по этнологии абхазов. Победителям сотрудники «Аквафон» вручали призы. Перед церемонией поднятия флага первый вице-премьер Шамиль Азенба и генеральный директор компании «Аквафон» Алхас Аргун отметили значимость происходящего на исторической поляне, где из погон веков решалась судьба абхазского народа. С благословлений жреца Лыхненского свидетельщика Сергея Шакрыл был поднят государственный флаг. Это право было предоставлено ветерану войны кавалеру ордена Леона Нурикангия. Перед собравшимися выступил Рауль Хаджимба. Президент, отметив важность происходящего события, поочеркнул, что впервые в этом историческом и столь значимом для всех абхазов месте поднят наш флаг. Тот флаг, под которым шли в бой ребята, защищавшие свободу и независимость Абхазии. Несомненно, это важное событие для нашего государства. Традиция поднятия флагов в различных районах Абхазии уже получила достаточно хорошее предупреждение. Но хотелось бы отметить, что впервые на историческом месте в Абхазии поднят наш флаг государственный. И несомненно, эта традиция должна быть продолжена по остальным местам, где флаг еще не поднят. Ветеран труда заместитель главы администрации села Абхазии Акаки в Версале поблагодарил организаторов за праздник. Многочисленные гости охотно делились своими впечатлениями. Впечатления прекрасные. Интересный этнографический праздник у вас, фестиваль здесь, и конкурсы, и мастер-классы, и на лошадях посмотрели. Так-то интересно, за душе у нас смотришь прямо, что сердце захватывает от этого представления. Я впервые здесь, мне очень нравится здесь у вас. Компания «Глафон» намерена продолжать подобные акции. Не просто праздник удался, это именно та атмосфера, которой мы добивались. Сегодня мы в Лыхны, погода благоволит, с нами профессионалы. В первую очередь это режиссер-постановщик мероприятия Вячеслав Сакани, Гугуца Джикерба, несколько гудаутских танцевальных, инструментальных, народных ансамблей. Мы выражаем всем глубокую признательность и благодарность, потому что без их участия, безусловно, вот такой души у праздника не было бы. Мы надеемся, что сегодняшний день, 18 ноября, будет импульсом к тому, чтобы вот здесь эти праздники были регулярными. Безусловно, мы будем стоять рядом с такими начинаниями. Слоган Абипара Куареймадара, почти наш слоган Аймадара Умурдзу. Завтра, 19 ноября, состоится расширенное заседание Кабинета министров, на повестке дня которого четыре вопроса, в их числе о проекте закона о республиканском бюджете на 2016 год, о государственной программе инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия на 2016-2018 годы, о государственной целевой программе образования 2016 и о временных ставках вывозных таможенных пошлин и ценах на лом черных металлов. Объявлен конкурс по осуществлению капитального ремонта троллейбусной линии по маршруту Маяк-Тхубун. Соответствующее распоряжение, как сообщает сайт правительства, подписал премьер-министр Артур Миквабия. Согласно распоряжению, при Кабинете министров создана конкурсная комиссия по выбору подрядчика по осуществлению капитального ремонта троллейбусной линии. Руководит комиссией вице-премьер Дмитрий Сериков. Конкурсной комиссии предписано организовать прием заявок на участие в конкурсе до 20 ноября, а также осуществить подведение итогов конкурса не позднее 23 ноября текущего года. Общественная безопасность – такова тема разговора в прямом эфире. Сегодня гости ведущей передачи Ак-Тахастан-де-Кецба, министр внутренних дел Леонид Забшба, начальник государственной миграционной службы Алексей Аджинжел, руководитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Фазулби Авицба, ветеран войны, кавалер ордена Леона Надежда Ашуба. Взаимодействие в области экономики, обмен информацией партнерства представителей бизнеса Абхазии и России, содействие интеграционным процессам двух стран. Это лишь небольшой перечень направлений, в которых со следующего года планируют сотрудничать Фонд международного делового сотрудничества Абхазии и Российская автономная некоммерческая организация Институт Евразес. Договор о сотрудничестве подписали сегодня руководители обеих организаций в офисе партии «Единая Абхазия». Подробности в репортаже НИС Фаршба. Договор о сотрудничестве с целью совместной реализации проектов и программ, направленных на расширение и развитие экономических, информационных и экспертных контактов, а также связи между деловыми сообществами Абхазии и России, принесет пользу нашей стране, уверен руководитель Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг-Пипи. Инвестиционный портфель в себе будет иметь весь потенциал нашей страны во всех сферах. В первую очередь в сфере промышленности. Почему-то наши соотечественники некоторые упускают, что локомотивом экономики должна быть промышленность. В инвестиционном портфеле должно быть сосредоточено, чем мы располагаемся сегодня, какими природными ресурсами. Они огромные. На повестке дня множество вопросов, связанных с экономикой и бизнес-партнерством. Но первым и главным совместным проектом станет создание инвестиционного портфеля Абхазии. Единственная страна, которая признала, это Россия из членов Евразес. И я уверен в том, что мы сотрудничать будем в этих процессах, в первую очередь через Россию. И уверен в том, что у нас будут успехи и в экономическом плане. И Россия, как изначально было заявлено, является нашим стратегическим партнером не только в политике, но и в экономическом плане в первую очередь. Мы считаем, что через экономическое сотрудничество, через экономическую интеграцию мы достигнем и политических успехов в том числе. Институт Евразес был создан в 2010 году с целью изучения и анализа интеграционных и цивилизационных процессов на постсоветском пространстве. Прежде всего в странах, являющихся членами или наблюдателями Евразийского экономического союза. А также содействие интеграции в рамках формирующегося единого экономического пространства и Евразийского союза. Мне кажется, что, может быть, это даже не дело фонда, да, там, какой-то график, да, формировать, там, темы определять и прочее, прочее. Это же такое общенациональное дело, определение приоритетов развития, да, республики. Поэтому с инициативой могут выходить с тематикой политические партии, да, любые, общественные движения, вот, которые, или там государственные структуры, естественно, которые, например, фонду скажут, Ну, вот, знаете, вот нас интересует, там, условно говоря, модернизация аграрного сектора, например, там, да, или там, система образования в республике Абхазии, или создание нормативно-правовой базы. Ключевым организационным принципом сотрудничества является принцип суверенитета и развития, подчеркнул Владимир Лепехин. Глава института Евразес уверен, что участие Абхазии пойдет на пользу самой республике и участникам союза. Основная деятельность фонда международного делового сотрудничества Абхазии в первую очередь будет направлена на помощь в создании различных бизнес-проектов и привлечении инвестиций. И для этого учредители фонда приглашают к тесному сотрудничеству всех граждан Абхазии. Низ Фааршба, Роберт Ломио, Абхазское телевидение. Глава миссии МККК в Абхазии Джордж Дрендарский завершает работу в республике. Сегодня он встретился с министром иностранных дел республики Вячеславом Черикба, сообщает официальный сайт МИД. Дрендарский сообщил министру, что 30 ноября в Абхазию прибудет его преемник. По словам Дрендарский, МККК успешно работает в Абхазии уже в течение многих лет и сотрудничество с руководством Абхазии всегда было плодотворным. Глава миссии рассказала о текущей деятельности Красного Креста, в частности о готовящейся встрече в Ереване 7-8 декабря 2015 года в рамках программы по поиску и идентификации лиц, пропавших без вести во время грузино-абхазской войны. Вячеслав Черикба выразил благодарность главе МИСТ МККК за работу и подчеркнул, что у руководства Абхазии действительно всегда были отличные деловые взаимоотношения с Международным комитетом Красного Креста. Энергосистема Абхазии готова к зимнему сезону. Все плановые работы по подготовке энергообъектов к зимнему периоду завершены. С похолоданиями нагрузки на сеть увеличились. Если население будет тратить электроэнергию экономнее, этой зимой, возможно, перебоев подачи электричества не будет, говорит генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария. Репортаж Сима Аргун. Зима имеет привычку приходить внезапно, хотя время по календарю вроде бы подходящее. Но каждый год ее внезапность шокирует, особенно когда в холодный зимний вечер вдруг отключается электричество. Но не стоит по этому поводу беспокоиться, заверяет нас главный энергетик страны. По словам Аслана Басария, производство и распределение электроэнергии в Абхазии готово к зимнему сезону. Ежегодно принимаются определенные планы и графики мероприятий, которые нужно проводить на каждом энергетическом объекте. Это касается и линии, это касается и маленьких трансформаторов, это касается и больших подстанций и так далее, и так далее. В рамках реализации этих планов у нас фактически на 90% выполнены все работы. Вопрос заключается исключительно только в одной вещи. Это в том, чтобы у нас был аварийный запас для ликвидации этих задач. То есть понятно, что какие-то вещи мы провели, но есть определенные работы, которые зависят именно от оборудования. Частично это оборудование мы сейчас тоже ожидаем. Энергетиками проделана большая работа по реконструкции линий электропередач и новых генерирующих мощностей. Но все же сегодня почти 95% всего энергохозяйства, а это распределительные подстанции, линии магистральных передач, опоры, провода находятся в плачевном состоянии. Из-за износа они уже не выдерживают механических нагрузок. Но есть еще и электротехнические нагрузки самого тока, когда граждане по максимуму используют электричество. Выработка электроэнергии самой электростанции зависит от уровня воды на плотине Ингургэс. С ноября поступление воды в плотину практически прекращается, а той, что все же поступает, недостаточно. Система может дать сбой. Гендиректор Черноморэнерго призывает жителей по мере возможности экономить эту самую энергию, чтобы этой зимой не пришлось применять веерные отключения районов. Единственное, что может нас бесспорно спасти в этой ситуации – это ограничение потребления. Мы просто просим наше население стараться, насколько это возможно, экономить электроэнергию. Понятно, что есть системы, которые обогревают помещения. Понятно, что мы не можем просить людей о том, чтобы они отключали такие приборы. Но, тем не менее, хотя бы следить за тем, где включены какие-то энергоприборы, которые не так жизненно важны. На данный момент все подготовительные плановые мероприятия на энергообъектах практически завершены. Система находится в полной готовности к зиме, заверяет Басария. Но при этом нельзя исключать и тот факт, что всегда могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с нестабильными погодными условиями, которые могут привести к перебоям в подаче электроэнергии. Поиски пропавших охотников в горной части Абхазии продолжаются девятые сутки. Выпавший снег серьезно затрудняет работу спасателей. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Сегодня спасатели совершили второй облет горного массива в Сухумском районе, где по предварительным данным могут находиться наши граждане. На сей раз был задействован вертолет Ка-32 МЧС Российской Федерации. Как известно, по межведомственному соглашению по запросу Абхазской стороны, спецавиация МЧС России может быть задействована в поисковых операциях. По словам специалистов, наземные поиски менее эффективны из-за высокого снежного покрова. Непогода вносит свои коррективы. Облет же позволяет преодолевать значительные расстояния за короткий промежуток времени. Правда, сегодняшние поиски, увы, ни к чему не привели. А вот российские журналисты, эвакуированные накануне сотрудниками МЧС Абхазии с Малой Ридзой, уже отбыли на родину. По словам наших коллег, абхазские спасатели фактически спасли их от неминуемой гибели в снежном буране. Снегу уже было по грудь. Мы поняли, что мы просто больше не можем идти дальше самостоятельно. И приняли решение звонить в МЧС, спросить о помощи. Ребята работали отлично, оперативно выдвинулись к нам, прошли большой путь, нашли нас и вывели вовремя до захода солнца. Что же до поисков пропавших охотников, то, по словам спасателей, они не прекращались и будут продолжены в ближайшее время. Сейчас сообщение Национального банка о курсах иностранных валют. Доллар США 64,78 рубля, евро 69 рубли. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 градусов. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин